Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я мама Марии, ей почти 6 лет, и у нее синдром Кагами-Агата. Это очень редкий диагноз. Это поломка в 14-й хромосоме, которая сопровождается чаще всего вывихами рук, ног, особенностями строения черепа, умственной отсталостью, какими-то скелетными аномалиями. Моя беременность проходила хорошо. На 12-й неделе, когда я делала генетическое УЗИ, врачи сказали, что очень высокий риск какого-то генетического заболевания. Предложили сделать анализ, который называется амниоцинтез. Все в порядке, у вас девочка 46 хромосом. Ожидания, ощущения были в последние месяцы самыми прекрасными. До того момента, пока на 33-й неделе беременности, я поняла, что преждевременно у меня начинаются роды. Посмотрели меня на УЗИ и вот с такими глазами сказали, так, а когда вы делали последние УЗИ? Я говорю, на 20-й неделе. И вам ничего не сказали? Я говорю, нет, а что? И они сказали, так, у вас тут что-то не так с ребенком. И начали перечислять, что не так. Там были диспропорции в размерах. Они увидели, что искривленные конечности, руки-ноги, не тех параметров, какие-то части внутренних органов. И в целом было плохо видно, но они сказали, что, в общем, вот так, так и так. И все очень странно и непонятно. Скорее всего, это какая-то генетика. 10 дней меня еще сохраняли, а потом посмотрели на очередном УЗИ, увидели, что там что-то как-то уже небезопасно сохранять. И сделали Кесарева, ее достали. Они мне ее быстренько принесли и показали. Она была завернута в какое-то полотенце. И я подумала, что, по-моему, она ничего. Моя мама каким-то чудом прорвалась в реанимацию, подошла ко мне. Я прихожу в себя, и она говорит, Оль, ну, в общем, все очень серьезно. И я говорю, прям, совсем? Она говорит, да. Она не дышит, она не очень хорошо выглядит. В общем, держись. Потом я подошла к ней в реанимацию в Квезе, увидела ее. Это было больно. Она действительно была похожа на маленького инопланетянина. Конечности были вывернуты в разные стороны. И в странной форме ее череп. Она не дышала, не двигалась сама. Ее сразу поместили под аппарат искусственной вентиляции легких. И с этого дня она стала жить в реанимации. Это было состояние тихого проживания, шока и ощущение... Мне казалось, что просто воздух вокруг шевелится, и мы рыдали с мужем в коридоре. Но это были какие-то слезы. Я не помню, чтобы мы потом с ним рыдали. То есть это какой-то был выброс эмоций. Как будто бы какое-то кино, когда мы проживали этот момент. И как бы это странно ни звучало, но в этом было очень много красоты. Какое-то острое ощущение жизни. А не про какую-то красоту души через несовершенство Маруси, которая к нам пришла. И по факту основной ее проблемой было то, что она не дышала самостоятельно. И был очень большой вопрос, нужно ли заниматься гипсованием конечностей, какими-то общими моментами лечения, если она не дышит. Мы понимали, что мы должны сделать в этой ситуации, как родители. Авторы этого человека, что мы в силах сделать в этой ситуации. Сейчас Маруся встанет и скажет все, что она думает по этому поводу. Можно, конечно, лечь, лежать, страдать. И нужно позволить себе по этому поводу. Если что-то внутри искренне очень сильно ранит, и это очень сильно больно, то важно это прожить. Прямо до конца. Но дальше наступает новый день, и ты думаешь, интересно, для чего это? О чем это? С самого начала, осознав всю серьезность положения, были готовы к любому решению нашей дочери. Мы понимали, что она может не захотеть с нами остаться. Она может захотеть с нами остаться. И если она захочет это сделать, мы выйдем рядом с ней и сделаем все, что в наших силах. Что было совсем непонятно, помимо других диагнозов, это то, что она не могла дышать самостоятельно, у нее это никак не получалось. По сути, вот так вот индивидуально работать с ее дыханием, это ювелирная работа. И стало понятно, почему врачей не получилось. Они постарались, наверное, как могли, но при этом, имея ответственность еще за десяток детей, которые лежат вот так вот в реанимации, они не разорвутся на всех. В общем-то, жизнь твоего ребенка нужна только тебе. История сложилась таким образом, что мы оказались дома, и она смогла самостоятельно дышать. Мы ее стали тренировать сами. Была в трубках, у нее была трахеостома и гастростома в животе. И со временем мы тоже от них ушли. Она смогла самостоятельно дышать, кушать. Ушла в зависимости от кислорода. И дальше мы занимались ее реабилитацией в каждом дне. Мы стали чаще выходить, и мы как будто бы вырвались на волю, и много путешествовали, и с Марусей в том числе. Это просто как глоток свежего воздуха. На данный момент Марусе скоро исполнится 6 лет. Она самостоятельно может брать предметы. Она общается с помощью жестов и звуков, интонаций. Она очень чувствительна к музыке. Она научилась передвигаться физически. В возрасте 3,5 лет она самостоятельно села. На сегодняшний день она научилась отталкиваться руками в сидячем положении, например. Наверное, покруче любой реабилитации, любых попыток восстановления, что никто не отменял. То есть есть определенные перечень занятий, упражнений, которые мы с ней делаем. Намного важнее энергетика, атмосфера, быт и то, что с нами происходит каждый день. Все-таки мне важно быть в первую очередь мамой, а не врачом, не реабилитологом, не логопедом и так далее. Я хотела всегда очень много детей. Но боюсь, я не совсем себе представляла, что это такое. Особенно, что такое быть мамой Марусь. Нужно было понять, насколько это может быть... насколько это может повториться. Было несколько неудачных моментов и не получалось. И даже были мысли о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Пока в какой-то момент я не забеременела. К этому моменту мы уже имели на руках предварительное заключение врачей и генетиков о том, что, скорее всего, история с Марусей это случайная мутация, спонтанное стечение обстоятельств, что, скорее всего, такое не повторится. Но все равно рисков очень много. Поэтому у нас не было точного ответа. Мы понимали, что мы сейчас не в игрушки играем. Виктория наша родилась абсолютно здоровым ребенком. В самом начале она подхватила пневмонию, поэтому успела пройти этап реанимации. Это нас опять откинуло назад к истории с Марусей. Несмотря на то, что два разных ребенка, но это было тяжело. Если вдруг сейчас ко мне придет врач и скажет, что чуть-чуть повышен гемоглобин или что-то там в крови у ребенка, что я просто умру, казалось бы, пройдя такой непростой путь с Марусей, я была внутри себя не готова к каким-то потрясениям со вторым ребенком. Я просто понимала, что мои силы в этом моменте закончились. Все. Нас уже выписали, и дома дальше все было в порядке. И она растет и развивается как обычный ребенок. Можно сказать, что это какая-то разная любовь? Да. Это очень разная любовь. Это совершенно новый опыт. И, как сказала моя знакомая, что особенное материнство у меня сейчас как раз таки с Викой. Потому что с Марусей ты был первый ребенок. И когда ты не знаешь, как должно быть, ты принимаешь все как истину и как опыт, который других не дано, других детей и не было, то ее рождение позволило и мне, и Марусиному папе раскрыть какой-то свой внутренний потенциал. То есть он многое смог реализовать в карьере, а я как будто бы нечаянно стала реализовывать себя как женщина, как, не знаю, как специалист по организации мероприятий. И вот, например, одна из таких ярких идей это лагеря для мам с детьми, который я делаю уже третий год. И это могут быть дети с особенностями, например, как моя Маруся и совсем обычные дети в возрасте до шести лет. Это то, что наполняет, то, что дает глоток свежего воздуха. Может быть, поэтому в меньшей степени вопросы есть к мирозданию для чего или за что нам такой ребенок, а больше понимание, что во имя. Каким вы видите будущую Россию? я об этом очень мало думаю. По принципу, наверное, именно она и научила меня в меньшей степени думать про завтра, а больше думать про сегодня, о том, что я могу сделать в сегодняшнем дне, потому что завтра я могу лишь запланировать, предположить, а как оно будет на самом деле, никто не знает. быть мамой Марии, человека с таким загадочным диагнозом, для меня это очень трансформационный путь, проходя который, я учусь познавать этот мир в красках и полутонах и благодарить за каждый прожитый день, потому что те открытия, которые происходят рядом с ней, они бесценны. Субтитры создавал DimaTorzok